С таким рецептом потом выходит. Чтобы этого бы не было, мы должны понять, с чем мы имеем дело. Во-первых, мы имеем проблему с следующим фактором. Люди, которые мало потребляют чистую питьевую воду, увы и ах, мы узнаем эту проблему, что проблема цивилизации, кроме всего прочего, это люди, которые не потребляют правильного количества воды, а правильное количество, сейчас я не буду уходить с тяжелой формулы, это где-то минимум 2 литра чистой питьевой воды, и чистая питьевая вода, минералка, ну в крайнем случае, хотя это очень спорно, может пойти и чай, ну понятно, без сахара. То есть не растворы должны быть. И вот эти 2 литра чистой питьевой воды или минералки, они позволяют почкам работать нормально, почки выводят все соли, мочевой кислоты в частности, и прочие гадости, то, что называют иногда шлаками, иногда удачно, иногда неудачно. Я, естественно говоря, ничего в этом плохого не вижу. Что шлаки, что токсины, в общем, те продукты переработки, которые должны выйти из нашего организма. Их великое множество, это так называемые водорастворимые токсины, их где-то 70-75%, может быть и под 80%, подавляющее большинство, это водорастворимые токсины. Выйти они могут только и только через, значит, систему мочи. Значит, моча, это первичная моча, вторичная моча, в общем, моча, это если вы, значит, хорошо пьете воду, это обычно моча, если начинаете, не совсем хорошо работают почки, не обязательно они даже быть органически больные, это люди с повышенным платоотделением, да, люди обычного, такого психосоматического типа, кстати, ваш покорный слуга тоже сильно потеющий человек, ну или через дыхание, да, вот воняет иногда, это далеко не обязательно, этот горидор связан с какими-то, значит, проблемами желудка, это может быть просто, выходит, вот продукт распада. Но если человек потребляет правильно воду, значит, моча находится в моче. Если же нет такого правильного потребления чистой питьевой воды, то моча образует, то есть токсин образуется всегда, потому что даже если вы понервничаете, да, выбросы, вот вы замечали люди, которые нервничают, должны краснеть, да, вот это не что иное, как реакция на катехоламины, при этом в огромный выброс этих катехоламиновых, значит, соединений, адреналин, норадреналин, ну, как хотите их называйте, там идет реакция, синтез, распад, синтез, распад, все это должно выйти. Если это все не выходит, то, значит, кровь вынуждена где-то складировать эти токсины. Самое удобное, где она находит, где это складировать, это кости, это кости и суставы, и вот и начинают, а если человек не пьет, особенно наши дамы, считают для себя зазорным попить воду, не знаю, почему, боятся брать в рот, ну, не все, конечно, да, значит, бутылку чистой питьевой воды, значит, берите в рот, берите, пейте, пейте, значит, воду, вот это разные есть воду, да, не соки, снова пейте в великом множестве и будет вам счастье. То есть вода не будет, это соли, это мочевой кислоты, их там не только, там великое множество, будут складироваться не в костях, не в суставах, не в зубах, не в волосах, не на коже, кстати, коже тоже, да, а будут выходить из организма, очень простой механизм. То есть, опять же, мы приходим к тому, что вода является таким универсальным источником здоровья, необходимого здоровья и вывода из организма, от этих водорастворимых токсинов, это 2 литра воды. То есть, болят ноги, болят зубы, болят кости, болят суставы, спину прихватил, начинаем лакать воду, лакать, просто лакать, да, но пить ее надо правильно, помните это правило, это за 20 минут до приема пищи 1-2 стакана теплой воды, после приема пищи в течение часа-полтора воду пить нельзя, кроме чая, без сахара, понятно, а потом пейте воду в сок в лист, это правило, чтобы не растворять наш желудочный сок или там проблемы с перешеволением из кишечника у нас бы не было. Это первое правило. Второе правило, что без этого мы, конечно, никак не сможем, это грамотная физическая активность. Почему нужна грамотная физическая активность? Потому что без фанатизма, без грамотной физической активности приводит к тому, что улучшается кровоснабжение тканей, в том числе и микроциркуляция надкосницы, в том числе и кожа и так далее, и так далее, и так далее, то есть застывшаяся эта дрянь с этими токсинами начинает быстро циркулировать, циркулировать и выходить из организма. Значит, мы имеем такую парадоксальную ситуацию, доктор, у меня суставы болят, у меня колени болят, я ходить не буду, не буду ходить, тем более, кто умный, а ходить вам не надо, надо вам не надо ходить, все, вы свое от уже отходили, да, вы превратились в колобок, вам ноги не нужны, значит, Господь нам что-то дал, значит, нам нужно, поэтому ходить надо, то есть вы не ходите, потому что у вас болят ноги, а ноги у вас болят, потому что вы не ходите, это такой циркилоузветиозус, то есть порочный круг, поэтому, чтобы выйти из этого порочного круга, мои дорогие, надо заниматься гимнастикой, физкультурой и ходить, то есть можете ходить 5 минут в день, больше не можете, потому что болят ноги, там, суставы, колени, трещит все, ну трещит, трещит, пьем воду и гуляем, 5 минут, хорошо, пусть будет 5 минут, пусть завтра эти 5 минут превратятся в 6 минут, после завтра это будет 7 минут, потом 8 минут, потом превратится в час. Некоторые умницы говорят, что вы знаете, а мне доктор назначил плавание, плавание это шикарная вещь в таких случаях, да, но если мы имеем нормальную инфраструктуру, потому что ненормальные бассейны нормальных специалистов, вот скажем, в Германии Булка работала какое-то время, да, это была невероятная вещь, просто поразительная вещь, даже французам далеко от этого, да, вот как это поставлено, это реабилитация, той же альфа-клиники и так далее, тогда сейчас не буду еще эти клиники рекламировать, тем более за бесплатно. Вот там, да, действительно нужно идти, и очень здорово это погружаться в воду, вот такие мамаши, да, или дедули начинают двигаться, и вы видите, через пару там дней, неделю они уже, ой, красавчик, вот так как у нас это маловероятная вещь, мало реально у нас просто выйти и прогуляться, да, тем более, дай бог, сейчас начнутся холода, и лед будет, так что будет падать, грохаться, ломаться, на радость травматологам, чтобы этого не было, хотя бы делать вот эту тупую гимнастику или там дома прогуливайтесь, а если есть погода позволяет, или там убрана, чисто на улице, идите, одевайтесь тепло и прогуливайтесь, тише едешь, дальше будешь. Третья давно забытая вещь, которая известна была, кстати, еще со времен советской медицины, называется мумиё, вот мумиё, да, это, которое позволяет, прекрасная вещь, некоторые считают его БАДом, некоторые не считают БАДом, я очень это рекомендую, купите мумиё, она стоит недорого, ну, желательно, чтобы мумиё было более-менее известной компанией, да, неизвестно, что это, чтобы не было. Купите мумиё и одну-две таблетки, в зависимости от вашего состояния, принимайте, ну, там сказано после еды, тут тоже можно поспорить, до еды это или после еды, это не суть важно, значит, принимайте, ну, и, в зависимости от вашего состояния, и длительно, долго-долго-долго-долго надо принимать, долго. Есть еще один момент, на который я хочу заострить ваше внимание, есть такое понятие, кстати, доказательная медицина тоже использует эти понятия, есть, правда, воспалительная пища и противовоспалительная пища. Чтобы это вас не удивляло, да, вот вы принимаете какую-то таблетку противовоспалительную, скажем, эндометацин, да, которая дрожает ваше желудок и прочее, вот есть, или пища, которая обладает именно противовоспалительным воздействием. Но, кроме этого, есть что-то, которое делает А, есть то другое, что делает и Б, то есть есть еда, которая вызывает воспаление, а есть еда, которая вызывает противовоспаление. Есть еда, которая пища, особенно пища наших городов, цивилизация, которая вызывает воспаление. Самое главное, что у нас вызывает воспаление, это так называемые, нам хорошо уже известные, Злополучные быстрые углеводы То есть если вы не работаете долго на свежем воздухе Лучше быстро Полностью отказаться от этих быстрых углеводов Что такое быстрые углеводы Они резко поднимают уровень сахара И вызывают воспалительные реакции А воспалительные реакции мы уже с вами знаем Они толчок для всех практических заболеваний Вплоть до старения человеческого организма Это начиная от Проблем с эндокринкой Кончая сердечно-сосудистыми и онкологией Очень серьезные заболевания Смертельные заболевания Поэтому отказываемся от этих быстрых углеводов Это сахар, сахарный песок Да, белая мука Именно белая мука И вся переработанная пища Переработанная пища Даже картофель в принципе можно Если он не переработан То есть если это нефри Если это непонятные маргарины Маргарины тоже А вот все остальное Которое мало перерабатывается Оно очень даже полезно Кстати самый первый продукт Который обладает мощнейшим противовоспалительным действием Это вода Опять же чистая питьевая вода На втором месте Когда тут некоторые споры есть Это острая пища То есть если вы любите остренькое У вас нет противопоказаний Кушайте острую пищу Как противовоспалительный вид Острая пища Все эти приправы Все специи которые существуют на земле Ну кроме сахара Особенно пикантный С острым содержимым Ну зелень Зелень конечно Мясо Что касается молочки Тут идут споры Но споры не собственно о молоке А о том что там Всякую гадость добавляют В эти молока Понятно Коров кормят гормонами Антибиотиками Все это попадает Это не разрешается Попадает молоко И потом попадает К нам на стол Увы Да это есть Но если есть продукт Которому вы доверяете Знак качества Не знаю Молочка не вредит Никоим образом Если боитесь молочка То может может быть кефир Мацун армянский Мацун не грузинский Ряженка Пейте ведрами Сыр Творог Сметана Но если это не пальмовое масло От пальмового масла вреда нет Но и пользы никакой Особенно нет Ну и растительные масла Но растительные масла Должны быть нерафинированные И так гадость в пластмассовых бутылках Что продаете Да Качественное Нерафинированное Холодного отжима Вот Все что я хотел сказать Да и чеснок Очень-очень-очень-очень-очень полезен Особенно сухой В виде порошка Так что добавляйте его И у вас не будут Но понятно Что если только Начало болеть Пока вы начнете Изменять Образ жизни Ничего не изменится Поэтому надо готовиться Заранее К этим сезонам Да И быть подготовленным Когда спрашивают Как долго нам вести диету Друзья мои Диета На той и диет Она Это образ жизни Это на всю жизнь И будет вам долгие годы Счастливой жизни Нигде не будет болеть Будете молоды Будете очаровательны Будете смотреть Уголок доктора Ставить лайки Поддерживать нас Комментариями И Помните Что любовь Лечит все болезни И да пребудет С вами здоровье Друзья мои Я вас всех Очень-очень люблю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому